За прошедшую неделю на теплостях было устранено 4 аварии по линии водоканала 7. Согласно отчету, прозвучавшему на штабе позже КХ, неисправности устранили строго в определенное время. На штабе особое внимание также уделяли работе управляющих компаний. Пусконаладочные сроки давно закончились, а жалобы на плохое отопление от жителей продолжают поступать. В связи с этим все обращения и адреса сразу же передаются в жилищную инспекцию для принятия мер. Кроме того, в ближайшее время санитарная комиссия города будет проверять все управляющие компании на предмет готовности к зиме. У некоторых нет ничего, кроме шариковых ручек, причем в буквальном смысле. По факту у нас базисной схемы не может быть, мы не знаем куда даже переведем, ни телефонами, ни интернетом. А как вы дома сможете обслуживать? Ну, мы по-любому примем меры. Мы обратились в комитет по управлению имуществом о предоставлении или изыскании возможностей предоставить. Нет, но если они вам не предоставят? Комментарии здесь, как говорится, излишни. Стоит отметить, что в управлении у этой компании находится 37 многоквартирных домов. Еще один неприятный сюрприз напрямую связанный с отопительным сезоном. Утром вторника без тепла и воды из-за аварии на котельной остались школа номер 10. Руководством было принято решение о сокращении уроков и перемен. Собственных запасов воды хватило только на технические нужды школы. Если аварию не устранят на завтра, какие меры будете предпринимать? Конечно же, занятия придется отменить. То есть, если не устранят, то даже не сокращено, а просто будете отменить? Почему? Потому что из-за санитарных норм. Важнее здоровье детей, конечно. Наталья Васильева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.